Феноменальный рост лайткоина. 5 июля 2017 года объем торгов по криптовалюте, которую также называют цифровым серебром, составило более 1 миллиарда долларов. Таким образом, объем торгов по лайткоину, пусть и ненадолго, но превзошел аналогичный объем торгов по биткоину. Напомним, лайткоин считается младшим братом биткоина, поскольку он был первоначально создан путем форка ведущей виртуальной валюты. Сети этих криптовалют также основаны на одинаковом принципе блокчейн, в котором каждый следующий блок содержит хэш-функцию предыдущего. В сети биткоина состоялась фиксация протокола Segregated Witness. 9 августа на блоке 47.9708 состоялась фиксация протокола Segregated Witness, но до окончательной активации остается еще две недели. Протокол будет активирован после блока 48.18.24 приблизительно после 21 августа. Это означает, что бушевавшая вокруг биткоина в течение трех лет так называемая гражданская война приближается к концу. И хотя вопросов относительно протокола пока предостаточно, в частности об увеличении блока, о долгосрочной жизнеспособности биткоин-кэш и так далее, конфликт, похоже, почти разрешен. После следующего шага активации Segregated Witness, каждый блок размером 1 мегабайт будет помещаться больше транзакций и нагрузка на сеть заметно снизится. Биржа BTC пообещала возобновить работу в конце августа. Сегодня на Bitcoin Talk появилось объявление от администраторов арестованной биржи BTC. Это содержательный двухстраничный документ, в котором расписана вся политика в отношении находившейся на бирже в момент катастрофы и средств клиентов. Последние две недели команда биржи занималась борьбой за эти средства. И надо признать, в этой борьбе ей удалось достичь немалых успехов. BTC получила контроль над 55% средств. Остальную часть составляют арестованные средства, в основном в фиатной валюте. Со слов авторов объявления, по мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться. Также администрация биржи сообщила, что в связи с претензиями со стороны Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США работа под старым брендом BTC отныне становится невозможной. Биржа ведет переговоры с группой инвесторов о покупке и скорейшем запуске биржи о погашении долгов перед клиентами. Сам процесс погашения долговых обязательств описан в документе детально. Особо отмечается, что вскоре будет произведен перерасчет балансов с учетом доступных выше обозначенных средств. Предприниматель из России создаст кошерную криптовалюту биткоин? Российский предприниматель Вячеслав Семенчук анонсировал кошерную криптовалюту биткоин, которая призвана упростить расчеты внутри еврейской общины. Об этом пишут ведомости. По информации издания, инициативу бизнесмена уже поддержал главный равенат России. Создатель кошерной криптовалюты пообещал, что сеть биткоин будет работать даже в шаббат, поскольку речь идет об автоматизированной системе. Кроме того, валюта станет отчислять 10% в благотворительный фонд еврейской общины и давать беспроцентные займы нуждающимся. Контроль над развитием криптовалюты взял на себя так называемый Совет 6, куда войдут члены еврейской общины из разных областей общественной деятельности, бизнеса, политики, финансов, технологии и культуры. Но их имена пока не разглашаются. Следите за новостями из мира криптовалют на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok